Виктория Токарева. Раз, два, три. Читает Андрей Лукашенко. Моя жена похожа на жену Рембрандта, Саскию. Представьте себе Саскию с короткой стрижкой в кожаной юбке и с авоськой в руках. Получится моя жена. Я привык к ее лицу так же, как к пейзажу за своим окном. За моим окном смесь жанров. Деревня в десять дворов, зажатая облочными домами. Дома современные, будто клеенные по швам. А деревня традиционная, с кудрявыми полисадниками, высокомерными коровами, курами у колодца и грязью по весне. Я стою у окна и смотрю на строительные экраны, задумавшиеся над маленькой деревней, как гигантские цапли. Я знаю все, что будет через час, через сутки, через десять лет. Через час откроется дверь, войдет жена с авоськой и спросит. — Ты меня любишь? — Нет, — скажу я. — Как нет? — растеряется жена. — Очень просто. Не люблю и все. — Ты же обещал, что будешь любить меня всю жизнь. Значит, врал? — Я не врал. — Значит, ты сейчас врешь. — И сейчас не вру. — Ничего не понимаю. Придется объяснить жене то, чего она не понимает. Если я сумею толково объяснить, она обидится и расскажет мне про свою подругу, уродливую и безнравственную, которая живет в центре города и которую любит до полусмерти огромное количество людей. А моя жена, красивая и нравственная, живет среди кур, и ее не любит даже такое ничтожество, как я, потому что в наши дни никому не нужны нравственность и красота. Всем нужно внешнее и внутреннее уродство. Далее от своих качеств жена перейдет к моим и расскажет, что я по целым дням стою перед окном, что у меня такое лицо, будто я его отлежал, в нем не осталось даже элементарного любопытства к жизни. Я обижусь, и мы поссоримся, а потом, естественно, помиримся. А зачем ссориться, если все равно надо мириться? Поэтому я предпочитаю другой диалог. — Ты меня любишь? — спросит жена. — Люблю. — Очень? — Очень. — А как очень? — Очень, очень, очень. — Господи, каким ты это тоном говоришь? — разочарованно вздохнет жена и унесет авоську на кухню. Холостой человек отличается от женатого тем, что не знает, как будет жить через час, через сутки, через десять лет. Когда человек не знает, он фантазирует. Фантазия — это творчество, а творчество — это взлет над обычным состоянием. Холостой человек может периодически взлетать над своим обычным состоянием. А почему женатый не может, хотя бы и ненадолго? Есть такая детская считалка. Раз, два, три — начало игры. Раз — я надеваю белую рубашку. Два — достаю телефонную книжку и сажусь возле телефона. Три — набираю номер и слушаю гудки. Какое-то замечательное открытие телефон. Земля как нервами пронизана телефонными проводами. И все люди связаны между собой. Один человек с другим. И это так несложно. Надо просто подойти к телефону и набрать нужный код. Сочетание цифр — такое же необъяснимое и случайное, как судьба. Ира? Привет! Кто это? Не понимает Ира. Я называю имя, фамилию и отчество, как в анкете. Потом год рождения и особые приметы. Тогда она вспоминает. Ты где пропадал? Удивляется Ира. На земле Франца Иосифа марганец копал. Давай встретимся. А что мы будем делать? Взлетим над обычным состоянием. Лети один. Я не могу. Почему? У меня диссертация. Какая диссертация? Электромагнитный эффект в кристаллах Германия. Пока я был на земле Франца Иосифа, Ира не теряла времени даром. А зачем тебе этот эффект? Не мне. Человечеству. Ну, как хочешь, говорю я. Когда кто-то обеспокоен судьбами человечества, не следует его отвлекать. Потому что это очень редкое качество думать еще о ком-то, кроме себя. Я листаю записную книжку по алфавиту и читаю имена. Записная книжка — это жизнь с ее главными и неглавными направлениями, с праздниками, с кладбищем. Как кресты на Новом Рижском кладбище выстроились имена в записной книжке. За одними что-то встает, а за другими не встает ничего. Люди с этими именами продолжают жить и существовать. Но их нет в твоей жизни. Значит, их нет вообще. И звонить по такому телефону все равно, что вызывать голос с того света, как на спиритическом сеансе. «Галя, привет!» — бодро кричу я. «Кто это?» — спрашивает Галя. «Угадай». «Боря». «Нет, не Боря». «Саша». «И не Саша». «Аля, ты что, меня за женщину принимаешь?» «Нет, я принимаю тебя за мужчину». «Тогда давай встретимся». «Не могу. Мне надо за ребенком к маме ехать». «А ты мужа пошли». «Правильно. Мужа пошлю за ребенком, а сама пойду гулять, не знаю с кем». «Все резонно. Все резонно. Люди ходят гулять только с теми, кого знают. Я тоже пойду с тем, кого знаю с детского сада. Я больше не смотрю в записную книжку, потому что помню телефон на память. «Андрей!» кричу я. «Привет!» Моя жена считает, что Андрей похож на диктора телевидения Кириллова. Если бы у Кириллова выпали волосы, нос стал коротким, а лицо круглым, то он как две капли воды походил бы на моего друга Андрея. «Привет!» Отвечает Андрей. «Давай взлетим над обычным состоянием». «Выпьем?» Уточняет Андрей. «Видно будет, неопределенно отвечаю я». «Сегодня не могу. Иду на день рождения к родственнику». «Неужели тебе интересно идти к родственникам?» «Традиции!» «Да плюнь ты на них!» «Нельзя!» «Человек без традиций, голый!» Итак, у одного дела, у другого семья, у третьего – традиции. Земля, как в нервах, в телефонных проводах. Можно набрать любое сочетание цифр и позвонить в любую квартиру. Позвонить можно, дозвониться нельзя. Есть ли код, по которому можно дозвониться до человека? «Телефоны заняты и люди заняты, каждый своими делами и традициями. А у меня, между прочим, тоже родственники есть. И жена есть, похожая на жену Рембрандта. Ей, может, тоже хочется взлететь. А она в магазин пошла. Сейчас вернется. Мы можем вместе с ней выйти из дома и вместе взлететь. Раз – я снимаю белую рубашку. Два – возвращаюсь к окну и смотрю на пейзаж. Три – отворяется дверь и появляется жена с Авоськой. «Ты меня любишь?» – испуганно спрашивает жена, будто только за этим и пришла. «Люблю». «Очень?» «Очень». «А как очень?» «Очень, очень, очень», – убежденно говорю я. «Каким ты это тоном говоришь?» – смущается жена и уносит Авоську на кухню. «Очень».